В целях пресечения преступлений в информационном пространстве, а также информирования граждан на базе исторического факультета БРГУ имени Пушкина, прошел региональный круглый стол кибербезопасности, эритический, правовой и профилактические аспекты. В его работе приняли участие представители управления внутренних дел Брестского облсполкома. Тема сегодня актуальнейшая, и сегодня мы проводим этот круглый стол по теме кибербезопасности, именно с целью того, чтобы профессионалы, которые, что называется, на переднем краю этой работы находятся, донесли со всей компетентностью ту информацию, которая должна быть сегодня у наших и студентов, и сотрудников, вообще у всех граждан нашей страны. Мы все должны отдавать себе отчет, что изменившаяся обстановка в целом вокруг нашей страны, а также те новые технологии, которые приходят в нашу жизнь, несут вместе с прогрессом еще много негативных, к сожалению, аспектов. И эти аспекты, их влияние на жизнь человека, возможное влияние, их негативное влияние, и те подводные камни, в общем, все аспекты, которые связаны с цифровой гигиеной, сегодня мы рассмотрим. Сотрудники милиции Следственного комитета поделились со студентами Пушкинки своими профессиональным опытом и знаниями в области кибербезопасности. Они подчеркнули важность осознанного использования интернета и ознакомили слушателей с основными способами защиты от хакерских атак, вирусов и мошенничества в онлайн-среде. К примеру, как создать надежные пароли, избежать фишинговых атак, а также обеспечивать безопасность своих личных данных. В настоящее время практически все трудоспособное население нашей страны так или иначе вовлечено в процессы, связанные с ресурсами сети интернет. Естественно, все эти процессы оказывают очень существенное влияние на молодежную среду. На фоне минимальных познаний населения по индивидуальному обеспечению собственной информационной безопасности, в течение последних лет число выявленных преступлений, совершенных против информационной безопасности, прирастает в разы. К сожалению, сегодня большинство граждан недостаточно информирования о методике действий злоумышленников, формально относятся к защите собственной информации и персональных данных. Анализ возбужденных уголовных дел в сфере информационно-коммуникационных технологий показал, что рост преступлений в основном связан с обращениями граждан по фактам хищения денежных средств, использованием полученных обманным путем реквизитов банковских карт. Естественно, встречи подобного формата, как сегодня круглый стол, они нужны, важны и должны проводиться как можно чаще. Круглый стол – это способ повысить осведомленность о проблеме мошенничества в интернете среди молодежи, а также наглядно продемонстрировать методы преступников. Студенты активно участвовали в обсуждении и задавали волнующие вопросы стражам закона, ведь каждый из них уже не раз сталкивался с вредоносными программами или звонками так называемых банковских работников. Я работал в компьютерном сервисе, немного подрабатывал так сборками-разборками компьютеров, ездил на вызовы, лично попадался на уловки мошенников и торговля на куфоре, известном многим сайте, предоставлял данные карты по незнанию работы сервисов, поэтому занимался их восстановлением, занимался восстановлением данных, попадался как-то на вирус-шифровальщик, это такой вирус, который при попадании в компьютер шифрует информацию, ну то есть не зная исходного кода вы не сможете ее восстановить. И поэтому производил различные манипуляции, пытался договориться с кайкерами, пытался как-то торговаться, но в итоге обошел этот вирус при помощи различных программ и в принципе смог как-то восстановить потерянную информацию, потерянные данные. Сейчас в преддверии Нового года уже очень многие как раз-таки будут закупаться подарками различного рода характер, подарками для своих близких, для себя и так далее, поэтому это очень, конечно же, хорошо, однако следует также помнить, что если мы это делаем в интернете, необходимо в первую очередь убедиться в достоверности источника, его безопасности, в том, что с кем мы имеем дело, имеем ли мы обратную связь с этим. С самим фактом мошенничества я лично не сталкивался, поскольку в целом, несмотря на то, что являюсь представителем молодого поколения, тем не менее интернет-ресурсом пользуюсь все-таки с осторожностью и, скажем так, сделки осуществляются довольно-таки большим вниманием. Вниманием к продавцу, вниманием к товару, который он продает, и площадка, на которой размещается объявление. Информационная грамотность – первый шаг в защите от киберугрозы. Благодаря полученным знаниям студенты смогут ответственно и с осторожностью совершать покупки или переводить деньги, не боясь того, что их личные данные попадут в руки мошенников. Василина Бускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.